Минувшие выходные в Старицком Свято-Успенском монастыре прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси. В этот же день, по традиции, заложенные в прошлом году, здесь чествовали выпускников школ Старицкого района. В обители побывала и наш корреспондент Наталья Чекет. 11 лет назад эти ребята стояли здесь же, в стенах монастыря. Тогда их благословляли на учебу. Сейчас они уже выпускники, которые сдали экзамены, получили аттестаты и выбрали, куда будут поступать. Однако они всегда будут помнить о своем родном городе и районе. Я решил связать свою жизнь с служением церкви и людям. Документы подал уже в православный сет и Тихоновский гуманитарный университет. Здесь мои самые настоящие друзья, лучшие. Здесь самые яркие эмоции были в моей жизни. И вообще, я очень рада, что родилась именно в этом городе. Здесь самые красивые места. Приветственный адрес выпускникам Старицкого района направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дорогие выпускники, мы верим, что на любых жизненных дорогах вы всегда будете вспоминать сегодняшний день свою школьную жизнь с благодарностью к учителям, наставникам, родителям. Всегда будете помнить и гордиться тем, что вы сыновья и дочери Тверской земли. И своим трудом и достижениями продолжать традиции служения Верхневожью и всей нашей стране. Еще одна традиция, заложенная в прошлом году, вручение памятных медалей выпускникам школ муниципалитета, которые на этот раз получили 50 учеников. С одной стороны медали изображен Свято-Успенский монастырь, а на другой символ города – памятник Старице. Представители молодого поколения поздравил митрополит Тверской-Кашинский Амбросий. У каждого человека есть свой берег. Это родной дом, это близкие люди дорогие, это отечество, это родина, малая или большая. Но у вас есть особый берег – это Свято-Успенский Старицкий монастырь. Я желаю, чтобы эта обитель была для вас всегда берегом, к которому можно пристать. Что бы с вами в жизни ни случилось. Жизненно, как калейдоскоп, в ней картинка очень быстро будет меняться. Но помните, что начало – начало у вас здесь. В добрый путь выпускников напутствовал председатель Совета фонда возрождения монастыря Виктор Христенко, пожелавший ребятам упорства в достижении поставленных целей и любви к своей малой родине. Когда вы будете далеко от дома, когда вы будете учиться, когда вы будете работать, когда вы будете чего-то добиваться, когда у вас будет неимоверная радость, когда вы будете что-то терять, когда у вас будет не так просто на душе, помните о том, что у вас есть уникальное место. Это ваша Старица, ваш Старицкий район, ваш знаменитейший Свято-Успенский Старицкий монастырь, такая жемчужина, одна из жемчужин русского православия. В этот же день прошла божественная литургия и крестный ход в память о Первом Патриархе Московском и всея Руси Иове. Их провел митрополит Тверской и Кашинский Амбросий. С юных лет Иов воспитывался в Старицком Свято-Успенском монастыре, который основан в XII веке и является одним из древнейших монастырей Тверской области. Здесь же святитель принял постриг и был рукоположен в священнике, а впоследствии стал настоятелем обители. В смутное время деяния Иова сыграли большую роль в противостоянии польско-литовским захватчикам. В память о нем в монастыре установлен памятник.